В областном филиале партии «Аманат» прошел брифинг. Говорили здесь все о планах по реализации дорожной карты предвыборной программы партии. Она предусматривает 117 мероприятий по пяти направлениям. Реализовать их партийцы планируют в течение пяти лет. Большую часть мероприятий в этом году. Предвыборная программа составлена из наказов избирателей. Во время ее разработки от североксахстанцев поступило почти 1800 обращений. Из них 457 вошли в документ. В основном жители региона волнуют вопросы по линии здравоохранения и образования. Мы наметили такие основные направления. Строительство трех школ взамен аварийным. Четырех школ по проекту «Комфортная школа». Школа для детей с особыми потребностями. Вы знаете, что в городе Петропавловске такая потребность назрела давно. И вот теперь данная проблема вошла в нашу дорожную карту. И мы в течение пяти лет будем стараться реализовать данный проект. Говорили на брифинге о повышении доходов населения. Сегодня средняя заработная плата в Североксахстанской области самая низкая по республике. Она составляет 222,6 тысячи тенге. В этом году ее планируют увеличить до 254 тысяч. И за пять лет партийцы планируют добиться повышения показателя до 339 тысяч тенге. Для этого будут созданы не менее 30 тысяч рабочих мест. Еще одно направление дорожной карты – улучшение качества жизни населения. Проблемы водоснабжения, дорог и жилья на селе актуальны, отмечают специалисты. Так, за счет выделения дополнительных средств на ремонт дорог, их качество повысится до 95%. Будет уделено внимание и внутрипоселковым дорогам. Свыше 320 километров дорог внутри поселков будут также отремонтированы в рамках нашей дорожной карты. Строительство жилья – очень важный вопрос, важное направление. Здесь у нас имеются соответствующие индикаторы в этой части. Будем добиваться обеспечения жильем не менее 7,5 тысяч семей. За счет строительства полутора миллионов квадратных метров жилья в области. В основном львиная доля приходится на город Петропавловск, но кроме этого строится будет жилье и в районах. Затем предоставление не менее 1800 участков под ИЖС. Это тоже направлено на решение жилищных проблем наших граждан. Все эти меры, считают специалисты, позволят остановить снижение количества фактов эмиграции. Алишара Шымов, Азамат Баймукан, МТРК.